Уважаемый сопредседатель, уважаемые коллеги, тема моей лекции посвящена тем новым моментам, которые появились в концепции протективной вентиляции при остром респиратурном дистралийсиндроме. Безусловно, ОРДС продолжает представлять существенную проблему. Мы видим, что частота ОРДС составляет порядка 30 случаев на 100 тысяч человек в год, если использовать берлинское определение. И хотя в среднем у ОРДС встречается порядка 10% реанимационных больных, но мы видим, что у каждого пятого пациента, который находится на продлёдной вентиляции, на этапах пребывания его в отделении реанимации, интенсивной терапии, мы видим проявление этого состояния. И, несмотря на то, что летарность при ОРДС значимо снизилась до 30-40% в последние годы, большие многоцентровые исследования, в том числе исследования LandSafe, в котором принимали участие российские центры, показывают, что распознавание ОРДС, особенно его на начальных столях, в первые дни далеко от идеала и фактически нераспознанными остается 50-60% больных с острым респиратурным дистралийсиндромом, особенно если это лёгкий и умеренный ОРДС. Но, как показывают недавние работы, даже если это лёгкий ОРДС, в половине случаев он прогрессирует дальше, в умеренный и в тяжёлый, и сопровождается чётким ухудшением клинического прогноза за счёт недостаточно эффективной терапии. И, безусловно, значимая часть пациентов, которых удаётся выписать из стационара с ОРДС, повторно поступают с другой патологией, с рецидивом дыхательной недостаточности. И на сегодняшний день средняя стоимость лечения одного пациента с ОРДС составляет около 18 тысяч долларов США, то есть это сотни тысяч, миллионы рублей, которые уходят на лечение этих больных. Безусловно, когда мы лечим пациентов с ОРДС, мы принимаем во внимание и причину ОРДС, лёгочное либо нелёгочное, и то заболевание, которое к нему привело, и тип ОРДС. Сейчас достаточно популярно выделение гиповоспалительного и гипервоспалительного подтипа ОРДС, и мы видим, что как раз гипервоспалительный тип ОРДС с так называемым цитокеидным штормом, с повышением интерлекина, фактора некроза, пухолей, ЦРБ и других маркёров воспалительного процесса сопровождается чётким ухудшением прогноза и повышением летальности. Безусловно, знания по ОРДС расширяются, и мы видим, что наряду с тем, что сохраняются основные звенья его патогенеза, такие как микрофромбоз сосудов, повышение проницаемости, отёк лёгких, это эктозирование, консолидация лёгких за счёт выделения тех медиаторов, воспаления которых для него характерны. Мы должны не забывать о том, что и стадийность ОРДС значимо влияет на тактику нашей респиратурной поддержки. Одно дело, если это острое ОРДС, другое дело, если это пациент, который находится на вентиляции уже более недели. И мы видим, что в процессе пребывания больных с ОРДС в наших отделениях постепенно при благоприятном прогнозе уменьшается содержание внесосудистой жидкости лёгких, уменьшается отёк, постепенно уменьшается процесс лёгочного воспаления. Но в ряде ситуаций ОРДС переходит в лёгочный фиброз, который замедляет процесс восстановления, который может сопровождаться переходом в хроническую дыхательную недостаточность и рецидивом отёка лёгких. Поэтому очень сложно подобрать оптимальную вентиляцию для всех участков лёгких. Верхние участки лёгких перераздуты, мы можем порвать их за счёт нерационально выбранного дыхательного объёма. А задние и нижние участки лёгких консолидированы, их сложно раскрыть. Поэтому очень важно подобрать какие-то консенсусные параметры, которые удовлетворяли бы состоянию лёгких в целом. Ну и, конечно же, типы ОРДС разные, разные пациенты. И мы видим, что раздувая одну альвеолу, мы можем приводить к перерастяжению и ухудшению работы соседних альвеол. Особенно если это альвеолу уже заполненной жидкостью. И сейчас очень популярна концепция стресс-растяжения лёгких. И мы видим, что как раз тот стресс, слишком избыточная энергия, которая возникает при вдохе, может сопровождаться усилением процессов лёгочного воспаления и ухудшением состояния лёгочной ткани. Что особенно характерно как раз и для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня в лекциях Константина Михайловича Алексея Викторовича уже много говорилось о типах ОРДС. И как раз вот именно второй тип повреждения лёгких при COVID-19, который имеет чёткие черты ОРДС со сниженным комплайнсом, с консолидацией лёгких, с гипексимией, с отёком, он как раз действительно требует тех параметров, которые мы привыкли использовать при остром эскарторном без стресс-синдроме. А первый тип, когда нарушение газообмена в основном обусловлено шунтированием, нарушением перфузии тканей, безусловно, он приводит к тому, что мы используем другие, более щадящие параметры. И если мы схематично посмотрим на разделение как раз повреждений ОРДС при различных типах повреждений лёгких при COVID-19, то мы видим, что при первом типе, собственно, за счёт поражения сосудов, за счёт лишь начальных стадий отёка, те изменения, о которых мы говорили, они не очень выражены. А вот уже второй тип, он сопровождается теми изменениями, о которых мы уже говорили, с выраженным нарушением проницаемости сосудов, с выраженным отёком лёгких, с активацией слофактанта и консолидацией альвеэл. И эти изменения как раз они наиболее характерны у наиболее тяжёлых пациенток. Поэтому, проводя респиратурную поддержку больных СОРДС, мы должны не забывать, что это лишь один из компонентов лечения их наряду с атеотропной терапией, коррекцией гемодинамики, методами фармакотерапии. И, безусловно, респираторная поддержка с помощью современной аппаратуры, она возможна только если мы поддерживаем адекватный гидробаланс, проводим адекватный мониторинг таких пациентов, осуществляем адекватную инфузионную терапию, нутритивную поддержку и, соответственно, фармакотерапию того состояния, которое привело к развитию ОСРД-респираторного дистресса синдрома. Задачи респираторной поддержки при ОРДС были сформулированы в целом ряде отечественных и зарубежных статей и руководств. И мы видим, что это и оптимизация газообмена, и уменьшение работы дыхания, и снижение потребления кислорода, и предотвращение эффектов вентиляции, которые могут ввести в волюме, бара, био, от электротравм, ее гидрогенных эффектов. Именно эти рекомендации нашли отражение в консенсусных гайдландах рекомендациях Европейского и Американского общества анестезиологов-флематологов и в рекомендациях Федерации анестезиологов-флематологов. Сегодня уже много говорилось о вентиляторах, ассоциированном повреждении легких. Напомню классические работы Слуцкого, которые показывают, что сама по себе ЭВЛ может обладать ядрогенными эффектами, приводить к освобождению медиаторов воспаления, приводить к вара, волюма, от электротоксигеноправме, и наша задача постараться предотвратить те эффекты ЭВЛ, о которых сейчас шла речь. Также важный момент, который обсуждается в течение последних лет, это псили, то есть пациент индуцированное, самопроизвольное повреждение легких. Когда за счет того, что пациент не синхронизирован к вентилятору, когда у него асинхронное спонтанное дыхание, это будет приводить к усилению энергии дыхания, к усилению стресса, к перерастяжению участков легких, к большему воспалению. И как раз наша задача за счет повышения положительного давления в конце выдоха, за счет подбора других параметров вентиляции, постараться противодействовать тем процессам, которые характерны для псилии, для пациента индуцированного повреждения легких. Поэтому, безусловно, перевод на ИВЛ пациента с респираторным дистресс-синдромом должен быть своевременным. Если мы видим у пациента нарастание одышки, снижение сатурации меньше 90 на фоне ингаляции кислорода, нарушение ментального статуса, то важно вовремя произвести интубацию трахеи. И, собственно, вентилируя таких пациентов, мы используем общие принципы ведения больных на продленной вентиляции с приподнятым головным концом. Важным моментом для ведения таких пациентов это поддержание оксигенации, целевая сатурация 92-97%, для того, чтобы избежать гипероксии, которая сама по себе может приводить к нежелательным эффектам. Было четко показано, что превышение ПО2 выше 150-200% ведет к ухудшению частоты летальных исходов, ведет к абсорбционным отолектазам, к коронароспазмам, к спазмам церебральных сосудов, и довольно четко ассоциируется с ухудшением летальности. Поэтому, наряду с тем, что мы стараемся избежать оксигена травмы, одна из наших задач – это обеспечить достаточную величину дыхательного объема. И мы видим, что согласно современным рекомендациям, предел дыхательного объема поменялся. Стартовый объем 6 мл на килограмм. Но кому-то из пациентов, в зависимости от их механики дыхания, при хорошем комплайнсе, при репутабельных легких, особенно при тенденции гиперкопни, можно вполне использовать дыхательный объем 6-8 мл на килограмм. А у пациентов с жесткими легкими, у пациентов с высоким пиковым давлением в дыхательных путях, мы вынуждены уходить иногда в сторону стратегии ультрапротективной вентиляции с дыхательным объемом порядка 4-6 мл на килограмм массы тела. Ну, безусловно, важно избегать баротравмы, важно избегать повышения пикового давления больше 35-ти, использовать адекватный ПДКВ. И ни для кого не секрет, что у многих из пациентов на фоне стратегии ультрапротективной вентиляции может наблюдаться гиперкопния. Соответственно, сами по себе эффекты гиперкопнии опасны лишь при отеке головного мозга и на фоне дилатации, при шоке. Поэтому, если нам удается поддерживать при гиперкопнии адекватную величину ПАЖ, избежать тяжелого ацидоза, то многие пациенты могут на фоне гиперкопнии достаточно неплохо себя чувствовать. Безусловно, стратегия протективной вентиляции направлена как на профилактику перерастяжения легких на вдохе, так и на профилактику и спадения на выдохе у этой категории больных. И очень важно, что стратегия протективной вентиляции перешагнула от пациентов с ОРДС к всем больным отделения реанимации, в том числе и тех, у кого нет ОРДС, особенно у тех больных, кто находится в группе риска по возникновению этого состояния. Мы видели, что протективная вентиляция с дыхательным объемом порядка 6-7 мл на килограмм массы тела способствует снижению частоты ОРДС в немании порядка 28-30%. Именно эти моменты мы постарались вместе с Адланичем Кузьковым отразить в ряде обзоров, которые в этом году были опубликованы и которые показывают, что мишенями протективной вентиляции могут быть не только больные с ОРДС, в том числе в зависимости от их фенотипа, воспалительного либо гиповоспалительного, так и пациенты в отделении интенсивной терапии без респираторного дистрессиндрома, особенно пациенты с сепсисом, с панкреатитом, с другими факторами риска ОРДС, пациенты, в которых мы видим избыточную работу дыхания, опасность самопроизвольного индуцированного повреждения легких, и пациенты в переоперационном периоде с высоким риском повреждения легких при обширных длительных вмешательствах, при сопутствующей дыхательной патологии, поэтому вмешения протективной вентиляции не ограничиваются одними лишь больными с ОРДС. И как раз мы уже говорили, что концепция стресс-растяжения завоевывает все больше сторонников, и если мы посмотрим на легкие пациенты с ОРДС, то мы увидим, что отчасти они напоминают детскую спиральку. Ее нижняя половина имеет больше вес, она более ригидна, а верхняя половина более растягивается. То же самое и с легкими наших пациентов. И одним из параметров, который, собственно, позволяет нам оценить растяжение Альвеа, является движущее давление, отражающее соотношение дыхательного объема и податливости дыхательной системы. Его достаточно просто посчитать, собственно, это разница с давлением плато и положительного давления в конце выдоха. То есть если давление плато 20, ПДКВ 10, то движущее давление 10 – это неплохо. Это говорит о том, что как раз движущее давление меньше 15 сопровождается неплохим прогнозом, это репортабельные легкие, а при повышении движущее давление более 15 сантиметров водного столба мы видим как раз четкое ухудшение прогноза у многих наших пациентов. Движущее давление можно оценить при вентиляции по объему. То есть мы видим, что как раз это тоже одно из преимуществ данного режима вентиляции. И, собственно, движущее давление оценивает, это эластическую энергию вдоха и наряду с другими давлениями, пиковым давлением в дыхательных путях, положительным давлением в конце выдоха, позволяет нам оценить механику дыхания у этого пациента и подобрать наиболее адекватные параметры вентиляции. Безусловно, подбор того же положительного давления в конце выдоха должен быть индивидуализирован. Мы можем использовать и кривые, которые обеспечивают современные респираторы, и показатели оксигенации, и податливость легких, и в споре, какая же из вентиляции лучше, по давлению или по объему, до сих пор нет однозначного решения. Считается, что если это пациент с легким, с умеренным ОРДС, если это ранний ОРДС, вентиляция по объему может в некоторых ситуациях даже облегчить оценку механики дыхания, того же движущего давления. Но если это поздний ОРДС, ОРДС с более тяжелой гипоксимией, то, безусловно, вентиляция по давлению обеспечивает более хорошую регуляцию оксигенации и больший комфорт для пациента. Дополнительными возможностями современных вентиляторов, кроме вентиляции по объему и по давлению, является возможность проведения двухфазной, вентиляции с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях, B-Level, Dual Level, B-PAP, и ее модификации, вентиляции с высвобождением давления в дыхательных путях, APRV. Мы видим, что, собственно, основное различие, то, что вдох при APRV превышает влеченную выдоху. Собственно, эти режимы вентиляции при сохранении попыток спонтанного дыхания позволяют сделать вентиляцию менее гомогенной и таким образом уменьшить гиповентиляцию в задненижних участках легких и вовлечь в акт дыхания значимый участок альвел, улучшив таким образом их аэрацию. Одна из возможностей современных вентиляторов, так называемые интеллектуальные режимы вентиляции и в целом ряде работ, в частности, у того же Жанны Шалярнала, было показано, что такие режимы, обеспечивая более протективные параметры, позволяют уменьшить дыхательный объем, давление на вдохе и фракции вдыхаемого кислорода. Их роль продолжает оцениваться в целом ряде работ. Безусловно, одна из проблем с ОРДС это то, что значительная часть альвел остается спавшимися, нераскрытыми. И наша задача постараться расправить их с помощью так называемой концепции открытых легких, предложенных еще Лахманом и Марине порядка 20 лет назад. Мы видим, что концепция открытых легких состоит из двух основных компонентов. Рекрутмент, временное повышение давления в дыхательных путях для того, чтобы раскрыть нестабильные спавшиеся альвелы. И обеспечение адекватного положительного давления в конце выдоха, которое превышает давление закрытия дыхательных путей для профилактики дальнейшего африктозирования. Эффекты ПДКВ и рекрутмента достаточно известны. Это не только расправление спавшихся альвел, но и улучшение жидкостного баланса легких, улучшение оксигенации, снижение при грамотном выборе этих параметров опасности вентиляторов, ассоциированное повреждение легких. Если мы посмотрим, некоторые легкие могут потребовать для того, чтобы расправить все их участки, давление в дыхательных путях порядка 30-35 сантиметров ходного столба. И в последующем, когда мы после раскрытия легких переходим уже к обычной вентиляции, к стандартным дыхательным объемам порядка 6 метров на килограмм, мы видим, что даже давление в дыхательных путях 10-20 до очередной дисконнекции дыхательного контура будет сопровождаться неплохой аэрацией альвея. Проводить маневр рекрутирования альвея можно разными путями, пошагово увеличивать ПДКВ, не меняя при этом пиковое давление в дыхательных путях, постепенно увеличивать и положительное давление в конце выдоха, и пиковое давление. Можно на 2-3 минуты установить положительное давление в конце выдоха порядка 15 сантиметров ходного столба, таким образом расправив легкое. Можно использовать тактику подздохов, когда раз в определенный промежуток времени осуществляется более форсированный вдох. И методики 40 на 40, вентиляция на животе, ассоциаторная вентиляция, собственно, тоже являются своеобразными приемами, которые позволяют нам рекрутировать альвеолы, повлечить факт дыхания. Следует отметить, что маневр рекрутирования требует вдумчивого подхода. Мы видим, что для того, чтобы ступенчато повышать давление в дыхательных путях, оценивать его эффекты на газообмен, требуется несколько минут, по меньшей мере, для поиска того давления, когда легкое будет снова закрываться, повторный рекрутмент. Поэтому, безусловно, рекрутмент требует индивидуализированного подхода. Но, так или иначе, было показано, что при проведении рекрутмента мы видим, что улучшение аэрации легких возрастает параллельно с нарастанием тяжести ОРДС. То есть, поэтому рекрутмент рекомендован в первую очередь при умеренном и тяжелом ОРДС, когда отношение по 2,2 менее 200. И он, безусловно, рекомендован у респондеров. Мы видим, что реакция на рекрутмент у всех пациентов разная. У кого-то достаточно хорошо раскрываются легкие, улучшается оксигенация, а у кого-то эффект от рекрутмента не очень хороший. Это порядка 40, а иногда даже 50% больных. Поэтому у нереспондеров нет необходимости использовать частое проведение рекрутмента после того, как мы убедились в его неэффективности. Касательно исследований рекрутмента последних лет, мы видим, что одно из достаточно известных, опубликованных около года назад, исследований показывает, что все-таки проведение рекрутмента со ступенчатым повышением давления на вдохе под контролем параметров вентиляции может позволить нам не только улучшить оксигенацию, но и уменьшить частоту использования более инвазивных методов респиратурной поддержки от вентиляции на животе до ингаляции оксида азота и экстракофоральной мебранной оксигенации. Поэтому рекрутмент является достаточно доступным методом, который может применяться практически в любом стационаре, но у него есть и свои недостатки. Он может повышать частоту аритмии, частоту нестабильной гемодинамики за счет увеличения давления в либральной полости, изменения внутригрудного давления и гемодинамики сердца. Поэтому, безусловно, рекрутмент нужно проводить осторожно, обдуманно и в условиях адекватного мониторинга. Безусловно, уровень положительного давления в конце выдоха индивидуален для каждого пациента, об этом сегодня уже много говорилось, но в среднем при легком ОРДС требуется, как правило, порядка 8-10 сантиметров водного столба уровень ПДКВ в примеренном порядка 12, при тяжелом 15, а некоторые пациенты могут потребовать и ПДКВ 20 сантиметров водного столба. Поэтому выбор этого параметра, он должен быть индивидуализирован, как у многих других параметров. Безусловно, при ОРДС мы видим, что увеличение ПДКВ может способствовать достаточно значимому улучшению аэрации. В этом отличие, соответственно, от, например, переоперационных больных, где мы видим, что при ПДКВ 5, 10 и 15 аэрация легких существенно не меняется. И, конечно же, всем известна классическая работа Уэбба, который показал, что в отсутствии положительного давления в конце выдоха, при высоких давлениях в дыхательных путях мы видим такую вот картину геморрагического отека легких. Для того, чтобы избежать этого, при десинхронизации пациента с эспиратором могут быть использованы релаксанты. Но, наряду с работой Папазиана 2000 года, которая показала возможности использования релаксантов, мы видим, что подход к назначению этих препаратов несколько изменился после опубликованной в прошлом году работы МОСа и коллег, которые показали, что продленная инфузия цисатракуриума по той же схеме, что была использована 10 лет назад Папазианам, при умеренном и тяжелом ОРДС на фоне адекватного ПДКВ более 8 см ходного столба не сопровождаются значимым снижением летальности, что говорит лишний раз о том, что назначение релаксантов даже при тяжелом ОРДС может сопровождаться повышением количества гемодиаменических осложнений из-за необходимости более глубокой седации, вазоплитического эффекта седации и необходимости более высоких дозировок норадреналина, например, у этих больных. Поэтому, конечно же, если пациент с тяжелым ОРДС десинхронизирован, если он борется с респиратором, если у него повышается пиковое давление в дыхательных путях, тяжелая одышка, которая не купируется подбором адекватных параметров вентиляции, про которых уже говорил Андрей Игоревич, синхронизации к респиратору, то релаксантом могут быть методикой выбора. Но если даже при тяжелом ОРДС нам удается использовать адекватные методы синхронизации с респиратором, то релаксанты использовать и при тяжелом ОРДС далеко не всегда, обязательно в 100% случаев. Безусловно, одна из методик, которая очень активно используется при остром респираторном дистресс-синдроме – это положение на животе. Показания для его применения достаточно широко известны. Это умеренный тяжелый ОРДС при использовании достаточно высоких СПДКВ, больше 10 см ходного столба. И как и рекрутмент, положение на животе сопровождается значимым улучшением оксигенации и перераспределением кровотока в легких и лимфотока у многих больных. Одна из пациентов нашей клиники с вирусной пневмонией марта этого года, мы видим, что вне сосудистого до легких 20, и после трех суток вентиляции пациентки на животе с сеансами прованной позиции вне сосудистого до легких фактически в два раза снизилась у этой больной, и она была успешно отлучена от респиратора и выписана из стационара. Эффекты положения на животе, собственно, напоминают таковые от рекрутмента, но дополнительно улучшается бенажная функция легких, и мы прекрасно знаем с вами, что очень активно эта методика используется при COVID-19 и на спонтанном дыхании. В этом плане при ОРДС все-таки рекомендована экспозиция положения на животе порядка 12-16 часов, но мы видим, что у некоторых больных пациентов с лапаротомией, с торокотомией, с тернотомией, с переломом таза, повреждением спинного мозга, положение на животе, к сожалению, осуществлять достаточно проблематично. У этих больных для терапии спасения, для улучшения оксигенации может быть временно использована инверсия вдоха к выдоху. Она может сопровождаться улучшением оксигенации, но, к сожалению, во многих случаях может сопровождаться снижением сречного выброса, ростом ауто-ПДКВ. Поэтому она не рекомендована для рутинного применения. Лучше регулировать оксигенацию путем изменения положительного давления в конце выдоха и может быть использована в основном как терапия спасения. Ингаляция оксида азота может быть использована тоже как терапия спасения для того, чтобы уменьшить потребность в экстрапоральной мембранной оксигенации у таких пациентов, но она доступна лишь в определенных центрах и не снижает летальность при данном состоянии. Ну и сегодня уже говорилось, что ассоциаторная вентиляция с малыми дыхательными объемами, с высокой частотой не подтвердила своей эффективности и в настоящий момент не рекомендована для рутинного применения у пациентов с ОРДС. Много говорилось на протяжении двух дней конгресса о методах неинвазивной вентиляции. Мы видим, что у пациентов с ОРДС, особенно с легким ОРДС, могут быть использованы и поддержка давлением, и высокопоточная оксигенация, о которой шла речь во вчерашней лекции и будет еще сегодня отдельная лекция. Высокопоточная оксигенация позволяет уменьшить мертвое пространство, улучшить оксигенацию и снизить потребность перевода на вентиляцию у значимой категории больных, и как раз неинвазивная вентиляция и высокопоточная оксигенация при легком ОРДС могут способствовать снижению частоты вентилятора, индуцированного повреждения легких, и в первую очередь рекомендованы в отсутствии тяжелой полиорганной недостаточности при умеренном и при легком остром респираторном дистресс-синдроме. И, собственно, те параметры, о которых мы сегодня говорили, ограничение пиково меньше 35, движущее давление меньше 15, ПДКВ, которое может варьировать у разных больных значимо, позволяют как раз нам обеспечить адекватные параметры вентиляции, адекватную механику дыхания, снизить энергию дыхания и таким образом обеспечить первичную, вторичную, третичную и четвертичную прохлаку ОРДС у различных категорий больных. Первичную у больных в периперационном периоде, вторичную у пациентов отделения интенсивной терапии без ОРДС, третичную у пациентов с уже развившимся ОРДС и, наконец, так называемую четвертичную у пациентов с тяжелым ОРДС, когда речь идет уже о применении ЭКМО, об ингаляции оксида азота, либо о применении других достаточно инвазивных методик лечения. И, собственно, разные пациенты с разными рисками ОРДС могут потребовать разных параметров. Об этом тоже уже сегодня и говорилось. Пациенты в переоперационном периоде не требуют низкого дыхательного объема, 6-8 литров на килограмм достаточно. Им не нужен супервысокий ПДКВ. Но если у пациента есть уже факторы риска ОРДС, если есть гипоксимия, то мы видим, что эти параметры становятся все более протективными, постепенно отмечается повышение положительного давления в конце выдоха, может снижаться дыхательный объем и другие параметры, о которых сегодня шла речь. Поэтому стратегия вентиляции пациентов с ОРДС меняется, и мы видим, что в настоящий момент уже стоят знаки вопроса в отношении ассоциаторной вентиляции, ингаляции оксида азота. Но практически все пациенты с ОРДС требуют низких дыхательных объемов подбора ПДКВ, и мы видим, что, безусловно, неинвазивные методики вентиляции завоевывают все больше сторонников. И, конечно, позиция на животе и возможность назначения релаксанта. Конечно же, ОРДС бывает разным, у разных категорий больных. Об этом говорят как раз и методические рекомендации Федерации Минздрава, как раз под руководством Андрея Игоревича, которые в разделе респираторной поддержки позволили несколько сместить акценты как раз в сторону, например, неинвазивных методов вентиляции, высокопоточной оксигенации и принять во внимание целый ряд нюансов, которые есть при введении больных с COVID-19. В заключение мы видим, что респираторный дистресс-синдром остается достаточно существенной проблемой. Мы видим, что значимая часть больных до сих пор не получает адекватного ПДКВ, не получает позиции на животе. И очень важно, безусловно, лечить таких пациентов комплексно, принимая во внимание не только респираторную поддержку, но и адекватный гидробаланс и адекватную фармакотерапию таких больных. Поэтому в заключение хотелось бы сказать, что протективная вентиляция с малым адекватным объемом и адекватным ПДКВ в настоящий момент это золотой стандарт профилактики респираторного дистресс-синдрома и его лечения. Она позволяет улучшить исход при различных вариантах ОРДС. Ну и залог успеха, как и при многих других критических состояниях, это персонализированный подход к выбору параметров вентиляции с учетом факторов риска данного пациента, с учетом его сопутствующих заболеваний, причин ОРДС, а также индивидуальных показателей механики дыхания. И тогда мы можем постараться обратить спять этот грозный ход водопада при ОРДС в плавную реку выздоровления наших пациентов, если будем использовать комплексную терапию одним из компонентов, в которых будет как раз протективная респираторная поддержка. Спасибо за внимание.